Юлия Копылова из 9-го А-класса гимназии номер 11. Занятия старается не пропускать. Уже и не помнит, когда болела последний раз. Уверена, чтобы оставаться здоровой в самый разгар вирусной инфекции, надо следовать простым правилам. Всегда надо мыть руки, когда приходишь домой после школы или с прогулки, ну откуда-либо. Во-вторых, стараюсь теплее одеваться, чтобы не мерзнуть, всегда закрываю окна, чтобы не было сквозняка. По утрам пью витамины, потому что зимой их чаще всего не хватает, и в овощах и фруктах их тоже мало. Ну, в принципе, все, и благодаря этим правилам можно не болеть. Сегодня в 11-й гимназии на карантин закрыты 4 класса. Вирус подхватили порядка 30 человек. Чтобы заболевших было как можно меньше, уборку в классах делают со специальными средствами, а учителя проводят профилактические беседы с детьми и родителями. Ни один ребенок, попавший под удар вируса, не скроется от зорких преподавательских глаз. Как классный руководитель всегда слежу за состоянием детей. Малейшие признаки какого-то вирусного заболевания отправляем в медпункт, чтобы ребенок не мог заразить всех остальных. По самочувствию заложен нос, жалуется на боль в горле, допустим, на уроке плохо работает, или по лицу видно, что и цвет кожи не тот, и состояние не то, сразу отправляем в медпункт. У нас с этим серьезно все. Класс закрывают на карантин, если в нем более 20% заболевших детей. В школу, если уже закрыли 20% классов. Всего в Самаре свыше 160 средних образовательных учреждений. Почти четверть из них охватила эпидемия гриппа и ОРВИ. В 33 школах на карантине более полутора сотен классов. Еще три школы закрыты полностью. Это очень хорошая, эффективная мера. Она позволяет закрыть на карантин. Она среди детского населения как бы приостанавливает распространение. И, естественно, буквально стоит на неделю закрыть школу, и уже через неделю основная масса выздоровела. И те, кто не успел доболеть, а ушли на карантин просто по причине того, что многие болеют, они приходят не переболевшие. То есть сохраняем здоровье тех, кто еще не заболел гриппом. Впрочем, внеочередные каникулы в 11-й гимназии близятся к завершению. Школьники вернутся за партой уже на следующей неделе. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.